Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. Мы сосредоточимся на московском Спартаке, куда пришел Шамик Газизов, экс-спортивный директор Уфы, который теперь будет возглавлять спортивную составляющую Спартака. И разумеется, сейчас появляется очень много слухов о том, кого же может подписать новый руководитель красно-белых, кто может стать новичком команды в ближайшее время. Ну и первостепенными кандидатурами, конечно же, являются футболисты Уфы, экс-подопечные Газизова, так скажем, которые сейчас могут перебраться из уфимского коллектива в Спартаковский вслед за своим спортивным директором Газизовым. Давайте разберемся, насколько реалистичны эти слухи, и сосредоточимся сейчас на Йонуце Недалчару, румынском центральном защитнике, который за последнее время стал одним из лидеров Уфы, а сейчас, по слухам, может отправиться в Спартак. Друзья, многие из вас, скорее всего, как и я, любят спорт. А что, если я скажу вам, что на этом можно еще и неплохо заработать? Я недавно наткнулся на очень интересный телеграм-канал FloraBet с бесплатными прогнозами на спорт. В нем ребята каждый день публикуют бесплатные прогнозы на спортивные мероприятия. Никаких договорных матчей, раскруток счетов, только стопроцентная аналитика каждой встречи. Если вас заинтересовал данный телеграм-канал, ссылочку на этих клевых ребят я оставлю в описании. Переходите и начинайте зарабатывать уже сегодня. Вообще, сам по себе этот переезд кажется достаточно логичным событием, потому что, сами посудите, Спартаку нужен центральный защитник. У них есть три футболиста опытных и достаточно высокого класса на данной позиции. Это Джикия, Кутепов и, конечно же, Жиго. Однако за их спинами остаются только молодые футболисты, которые все-таки играют не лучшим образом пока что. Гапонов не особо впечатляет на данный момент, он очень зеленый. Маслов в каких-то моментах смотрелся поинтереснее, но в последнее время и он начал допускать ошибки. И вспомните тот же самый гол, забитый в свои ворота в матче с Сочи. Это, конечно, трагедия в определенном смысле стечения обстоятельств, но следует признать, что, в принципе, вся его позиция выглядела слабой в этой встрече. Особенно если брать начало атаки, у Маслова есть серьезные проблемы с первым пасом. Поэтому здесь, конечно же, не хватает глубины. И я об этом говорил, в общем-то, еще зимой, что нужны новые футболисты в центр обороны Спартака. И нужны срочно. Стоит кому-то получить травму, дисквалификацию, стоит кому-то растерять форму, как сейчас Кутепову. И все, пешие пропало, начинаются неприятности. Поэтому на Долчару очень своевременное подписание для Спартака. Для Уфы же это очередная возможность заработать. При этом заработать на той позиции, где, в принципе, можно обойтись и без Румына. Да, конечно, он очень важный футболист. Но теоретически есть тот же самый Табидзе, который, кстати, по слухам тоже может перейти в Спартак. Но мне кажется, если Спартак и подпишет кого-то из Уфы, из центра обороны, это будет один из двоих, а не два сразу. Поэтому останется, если уйдет на Долчару Табидзе, будет тот же самый Пуцко, будут другие исполнители, Никитин. В общем, здесь найдутся варианты. Есть тот же самый опытный Аликин, есть Сухов. Короче говоря, тут есть свои способы закрыть эту позицию. Поэтому на Долчару это шанс заработать, заработать хорошенько. Что Уфа любит делать? Уфа любит подписать футболиста за небольшую сумму, а дальше перепродать за серьезные бабки. На Долчару подписали меньше, чем за миллион, а продадут, вполне возможно, за 5-6, а то и больше. И игрок он очень интересный. И главное, он выступает за команду, которую пропускает практически меньше всех в чемпионате России. Меньше, чем Уфа, пропускает только Зенит. Чемпион страны, команды, которые действуют совершенно иначе. Зенит все-таки больше доминирует, больше контролирует мяч, и зачастую за счет этого не допускает опасные моменты у своих ворот. А вот Уфа это оборонительная команда, и их потрясающая статистика с минимальным количеством пропущенных мячей, это во многом заслуга защитников. Конечно, там есть еще и фантастический Белинов, гениальный голкипер, на мой взгляд. Но и оборона тоже дает очень серьезный эффект. Поэтому в данном случае появление на Долчару может оказаться вполне себе актуальным для Спартака. Ну и в конце концов Уфа сейчас находится как бы повыше московского Спартака. Поэтому здесь, как и в случае с возможным переездом Фомина из Уфы в Спартак, можно поиронизировать, что футболист отправляется на понижение. Хотя, понятное дело, в Спартаке перспектив, наверное, будет побольше для Йонутса, в том числе и для его дальнейшей европейской карьеры. Если он раскроется в Спартаке, то дальше может перебраться в один из европейских клубов, причем серьезных. Недавно, напомню, были слухи о том, что на Долчару может перейти в Рому. И вот если он как следует проявит себя в Еврокубках, в Спартаке, то тогда вполне возможно эти слухи станут реальностью. Поэтому у футболиста есть еще и серьезная мотивация проявить себя. Ну и важный момент это то, что тактически на Долчару очень неплохо подойдет Спартаку. Уфа последнее время использует схему с тремя центральными защитниками. Ту же самую, которую сейчас активно применяет Спартак. На Долчару играет здесь на позиции правого центрального защитника. А она на данный момент одна из самых проблемных для красно-белых. Поэтому в данном случае я думаю, что Румын может стать вполне себе своевременным укреплением состава. Тем более, что его качества, они во многом сбалансируют красно-белый клуб. Вот, например, то, что на Долчару великолепно исполняет первую передачу. Особенно если брать дальние забросы на нападающих, который у Спартака, как известно, очень мощный. Тот же самый Соболев, отлично прыгающий Понце. Вот именно дальние ассисты со стороны на Долчару могут стать очень эффективным способом выхода в атаку. А ведь последнее время с появлением тех же самых молодых футболистов Гапонова и Маслова, именно первый пас стал одной из главных проблем Спартака при билдапе, при построении атак. Не хватает нужного уровня защитников с качественной первой передачей. И здесь на Долчару, конечно же, добавит вариативности. При этом хотелось бы отметить, что на Долчару это игрок с лидерскими навыками. Он способен быть ведущим центральным защитником. А периодически у меня создается ощущение, что ни Жигони Джики до конца не подходят на эту функцию. Потому что оба они все-таки больше бойцы, больше такие агрессоры. А на Долчару это футболист, который работает в первую очередь за счет выбора позиций, в первую очередь за счет перекрытых зон. Он чувствует отлично развитие атаки соперника. Он великолепно работает на перехвате. У него в среднем по два перехвата за встречу в Спартаке только у одного футболиста. Статистика лучше это Кутепов. То есть игрок это, знаете, такой интеллектуал от защиты. Это футболист, который во многом старается работать за счет чтения игры соперника. И он, на мой взгляд, в этом смысле немножко лучше подходит под роль ведущего футболиста обороны. Плюс к этому, как я уже отметил, у него потрясающая первая передача. Вообще, обратите внимание, за время карьеры он успел провести достаточно много матчей на позиции опорного хавбека. А это, конечно, говорит о том, что у него есть хорошая передача. Иначе, что он мог делать в середине поля? Там нужно уметь играть в пас. И в данном случае на Толчару это очень успешное решение некоторых проблем Спартака. Плюс к этому он, как минимум, не ухудшит игру Спартака на втором этаже, потому что он мощный, 190 сантиметров роста, 79 килограмм веса. При этом выигрывает почти два верховых единоборства в среднем за матч. Это достаточно хороший показатель. То есть, в плане работы на стандартах и у своих ворот, и у чужих, он также может быть неплохим подспорьем. Хотя тут нужно отметить важный нюанс, что в России он почти не забивает. В 65 матчах за Уфу всего один голешник. Это, конечно, мало. Учитывая то, что в том же самом Динамо из Бухареста, он в среднем почти каждые 15 матчей забивал хотя бы один гол. То есть, в данном случае мы видим, что некоторые моменты все-таки стоит еще подрихтовать, поправить. Но в любом случае, Нэтл Чару хорошо играет на втором этаже. Он хорош в силовой борьбе. Ну и вообще, у него неплохая статистика. И по отборам, например, полтора отбора за встречу. Если брать центральных защитников, только у Жига в Спартаке лучше цифры. Ну и среди прочего, у него три выноса из штрафной в среднем за матч. Он неплохо работает на подстраховке. И при этом все эти качества у него сочетаются с предельной корректностью. То есть, он нарушает правила очень-очень редко. В среднем получается два раза за три матча. То есть, 0,7 фала за встречу. В среднем по ходу текущего сезона. В Спартаке есть всего два полевых футболиста, которые нарушают правила реже. Это Мирзов и это Крал. Вот так вот неожиданно. И вот Недал Чарвик тоже очень чистый, очень корректный футболист. Опять же, это отражает его стилистику. То, что он старается работать не в кость, а в мяч. То, что он старается работать на опережение. У него много перехватов. И то, что он старается работать от грамотного нахождения зон. От грамотного прочтения атаки соперника. Он перекрывает направление для их наступлений. И, собственно, на этом чаще всего их атаки и начинают стопориться и зависать. Ну и к тому же, хотелось бы напомнить, что ему 24 года. Для центрального защитника это совсем малой возраст. То есть, в будущем Недал Чарвик может прибавить. А стало быть, он станет лучше и как футболист, и как трансферный актив. Впоследствии его можно будет продать достаточно выгодно в какой-нибудь зарубежный клуб. В общем, игрок, конечно, очень толковый. Но есть свои минусы. Часть из них я уже упомянул. То, что он малорезультативен стал в России. То есть, его эффективность у ворот соперника снизилась. У своих ворот он, конечно, полезен. Но возникает логичный вопрос. А будет ли он так же хорош в Спартаке, как в Уфе? Потому что Уфа все-таки играет в достаточно закрытый футбол. Зачастую чуть ли не автобусный. Спартак даже при ТДС, при прагматичном тренере, играет в более атакующей манере. Поэтому, возможно, Недал Чарву придется перестраиваться на новый лад. Также отметим, что хоть сам по себе Йонус и отлично играет в пассы, и много обостряет, но это дается в том числе достаточно дорогой ценой. 21% брака у него по текущему сезону. И это неприятный показатель для центрального защитника. Многовато ошибок. С другой стороны, как я уже отметил, это во многом связано с тем, что он много обостряет, и многое хорошо, и играет вперед за счет своих передач. Ну и также хотелось бы отметить важный нюанс, это то, что он легионер. А приходит он на ту позицию, где в основном у Спартака играют российские исполнители. И учитывая то, что легионеров у нас теперь максимум 8, здесь придется вполне возможно кем-то пожертвовать. И придется как-то уместить всех этих футболистов одновременно в составе. В общем, свои нюансы, конечно, у Недал Чаро имеются. Ну и, кстати, есть еще слухи про то, что у парня не самый простой характер. И что, в частности, с этим было в свое время связано то, что ему не доверяли место в составе сборной Румынии. Последнее время он туда пробился, и более-менее уже начинает сыгрываться с тем же самым Владом Керекешем, замечательным румынским защитником. Но до этого он длительное время не получал своего шанса, и многие говорят о том, что у него были какие-то конфликты с Федерацией, с тренером, еще с кем-то, что вот в Уфе у него тоже были какие-то непонятки в некоторых эпизодах. В общем, про Йонуца были такие вот неприятные моменты. И, разумеется, учитывая, что Спартак, в принципе, команда такая взрывоопасная, и там любой конфликт может разгореться за секунду из маленькой искры в пламя, я думаю, появление такого вот футболиста с таким характером может быть достаточно рискованным эпизодом. Но это не имеет отношения к футбольному полю, к футболу самому. Это имеет отношение скорее к построению коллектива. А это уже совсем другой вопрос. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.